Япон. Тумсо, кстати, а тот, кто скончался, наверное, он не вынес тех опальных испытаний, которым его подвергли. Кстати, и о твоём дедушке. Если ты говоришь про моего дядю, который сейчас умер, ну, они, конечно, над ним издевались, как могли. Это был человек уже очень старый, преклонного возраста, 85 лет ему было. Он прожил далеко не простую жизнь, очень много испытаний прошёл. Он был и в ссылке, так как он был 35-го года рождения, разумеется, в 44-м он был выслан. Прошёл эти испытания. После этого у него было девять детей, пять дочерей и четверо сыновей. Всех четырёх сыновей он похоронил. И вот сейчас, недавно, буквально до него, умерла ещё и дочь, моя южная сестра. Он похоронил пятерых своих детей. Он был самым старшим из детей, то есть мой брат, всего четыре оставалось в семье, два брата и две сестры. То есть мой отец и вот мой дядя и ещё две тёти у меня было. Их было больше, но во времена ссылки была эпидемия тифа и, в общем, дети ещё в младенчестве умирали. Вообще была большая семья, но в итоге выжило только вот четверо, два брата и две сестры. И вот он, этот мой дядя, он был самый старший. Он похоронил всех младших своих, младшего брата моего отца и двух своих младших сестёр тоже похоронил. В общем, очень много испытаний пришлось на него. Ну и сейчас вот в конце ещё эти кадыровские преступники его тоже замучили. Заставили его сначала меня ругать в 2018 году, если вы помните. Его привезли на телевидение, также привезли моего двоюродного дядю, моего дядю по материнской линии. Их заставили там меня, значит, ругать, критиковать. Потом после объявления мне кровной мести их опять собрали в мечети станицы Ещёрской. Там проживал мой дядя. Заставили опять от меня там отказываться, опять меня, разумеется, ругать. Постоянно дёргали, приезжали какие-то, там что-то переписывали, какие-то проводили беседы, капали на нервы. В общем, не дали, конечно, ему даже спокойной старости. Но, иншаллах, он отмучился. Теперь его дело у Аллаха. Я надеюсь, что эти все испытания, которые он прошёл в этой жизни, они послужат искуплением его грехов, которые, безусловно, у него были, которые он совершал в своей жизни. И Аллах, простить ему эти все прегрешения, зачтёт ему эти испытания, которые он пришёл в этом мире. Да помиловать его Всевышний Аллах и всех мусульман. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok